ПОМОГИ МНЕ ГОСПОДИ Магазины, больницы Ну а большинство людей считает, что здесь заканчиваем мы свой путь И все, дальше не бытие Вот, только потому что иногда мы задаемся вопросом Ну ладно, если жить вечно, если мы еще потом будем жить, чувствовать, любить, страдать Так что ж было до того, как мы родились, почему полное не бытие было до нашего рождения Значит и после смерти будет то же самое А нет, друзья, все гораздо проще Вот, памяти, нет носителя памяти Вот, нет этой матрицы, а значит мы не помним, что было А что остается на будущее после смерти? Остается душа Вот, какие-то признаки мы узнаем о том, что мы были Что реинкарнация это реальность, стопроцентная реальность Очень просто Вот У нас заблокированы мозги Там много информации Где-то 2-3% мозгов работает, а остальное нам невидимо Иногда человек падает, ударяется головой Ударился, заговорил русский, по-французски Да, и такое бывает Вот А самое главное, при этом просыпаются такие Где-то из глубин памяти Вдруг от сотрясения мозгов Такие способности невероятные, необыкновенные Оказывается, живут у нас гениальные возможности У нас гениальные мозги Но мы этого не знаем Мозги заблокированы Тогда давайте обратимся к младенцам Чудеса творятся в том Что Рождаются дети с такими способностями Таких, к примеру, огромное количество Но их как-то не систематизируют И как будто стараются делать вид, что это не существует То есть младенцы обладают гениальными способностями Которые невозможно получить путем воспитания Такое впечатление, что они с ними родились Примеров там и масса Если брать всю планету То их было миллионы Я уж не говорю там про это О том, что там Бетховен пять лет Первую симфонию сочинял Это только один из тысяч примеров Вот И вот если бы Видите, я не случайно здесь Да, я привез людей Да, они сейчас Плакивают свои близкие Вот Ну а я просто как сафер Ну и не привык терять время Вот Отсюда метрах пятьсот Подъехал Направил камеру на церковь И хочу об этом поговорить Я хочу поговорить о том, что церковь Это часть нашего общества Это средств нашего общества Достаточно у нас этих самых анекдотов Про монашек Сами знаете каких Вот Про то, что Священники и священнослужители Такие люди, как мы Со всеми слабостями Вот Но мы им доверяем Свои души Вот Считаю, что у них есть связь с небом И с Богом Вот Наверное, это лучше, чем безбожие Но тогда получается, что Надо бы Вернуть людей Не то, что было на церкви А вернуть им веру В вечность В то, что они Должны хорошо жить В хорошем смысле И Поменьше Грешить Самого уж, конечно, не убивать Не насиловать Не Обманывать Ведь Появился интернет Появились телефоны Смартфоны Вот И Появилась Новая индустрия Обман В основном стариков Неграмотных Полуграмотных Вот Звонок Службы безопасности Срочно Перекидываем Ваши Ваши деньги Иначе Их тут же Ведь счет-то пошел На миллионы Вот Это страшно А человек потом Узнав, что он остался Без копейки Без Даже без похоронных денег Он теряет здоровье Он Получает инфаркт Наверное, были и сразу Смертельные случаи Вот А количество Обманувших Огромное количество Тысячи, тысячи, тысячи Вот А я садовод Около двухсот Плодопитомников Еще один пример Это обычная жизнь Украли У людей Миллиарды людей Как это делается Вот Огромное количество В страну Хлынуло Южных саженцев Все они обречены На смерть По крайней мере Никто никогда А я Как паук В центре полутины Знаю Больше всех В России Это не это Это не гонор Во мне говорит Это истина Это факт Я знаю больше всех Я не знаю Ни одного случая Я видел Сам десятки Таких посаженных Мертвых Ко мне Я получил За все годы Тысячи писем Ни одного случая По отношению Южных Этих А Только Ну то есть Теперь умножим Еще на тысячи Получается Миллионы мертвых Экстраполяция Называется Вот А люди за них Отдали миллиарды денег Миллиарды Миллиарды Вот Я представляю себе Около двухсот Этих самых Украли мои Около двухсот Плодопитомников Якобы Плодопитомников И интернет Магазинов Самое страшное Что Когда продают В магазинах Умирающие деревья Вот Присвоили Мои фотографии И еще В десятки раз Больше фотографий Из интернета Лепят На свои сайты Самые роскошные Там Абрикосы Сто Сто пятьдесят Крам Вот Персики Черешня И где эти сады В России Никто не задается Вопросом Где эти сады С персиками Этого роскоши Якобы Вот Ей просто Подали деньги И это тоже Но как Когда в этом Участвуют Я так прикинул Десятки тысяч Людей Участвуют В обмане Чаще всего Используют Частично Труд Эмигрантов Вот это Страшная картина Приходит Ко мне ролик Извините Я разговорился Приходит Ко мне ролик Прислали Полюбуйтесь Олег Константинович Большая Этот Самая Площадка Огромное количество Явно Несколько тысяч Саженцев Лежат На валом Ну какие там Этикетки Вы че смеете что ли Этикетки Лежит на валом Высотой метров Два с половиной Огромная гора Ох как жаль Прошли годы Давненько было Еще лет десять назад Я этот ролик видел Разве это Да я где то есть в архиве Да найдешь разве Вот Но я уже тогда В корову кричал Так кто же меня услышит И вот И стоит Несколько тысяч горшков И человек Десять Быстро Быстро Ну видимо У них Это Здесь Этих самых Людей Назовем это Нерусской национальности Вот Вставляют В горшок И этим Засыпают землей А они Крупные саженцы Двухметровые В среднем Да В среднем Два метра Вот И они Вставляют в горшки Землей Притаптывают И Все Будем считать Что он пойдет На рынок А потом Ча Купит его Этот саженец Привезет себе Домой Любовно Ямку Ну ямку Он еще Сдуру Огромную Метр на метр На метр И выкопает Завалит Ее Как я У меня будет Скоро Скоро Это когда 6 плюс 7 13 февраля Будет Осиренный вебинар Я покажу Кое что Вот Как это делается Ну Ну Все та же инструкция Раз туда Два этих Два ведра Перегноя Они Болеют и умирают Но это отдельный разговор Будем говорить Но Факт то что Человек уже Яму любовно Приготовят Со смертельной Ловушкой Это когда Перегноя туда И все дерьмо Какое есть Только придумано Вот То что мы называем Минеральное удобрение И органическое удобрение Вот И садят Наверное Смерть и так бы Посадили Так еще Главное Он подойдет Горшок поставят Еще Как я учу Разрезайте Горшок Ножницами По металлу Или его своим ножом Потому что Это пластик Аккуратненько Достаете С комом В земле Бах Там нет Никакого кома земли Но он все равно Посадит Вот Посадит Сейчас еще одну Про наследину Вспомню Он посадит И А там корни Обрубки же Ну Представьте себе Двухметровый сажен Это все на моих глазах Ролик А горшок то Пятилитровый Соотношение Десять к одному То есть Надо 90% Крону Отрезать Чтобы Корни вот эти вот Да еще голые Те кто думал Что он Это самое Закрытой корневой системы Купил Что там будет Ком земли Вот так вот А самое страшное Что как нас Дурят 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 Миллионами И ничего не меняется Вот А я имею право Разговаривать Потому что я Научил тысячи людей А мне надо Научить миллионы А эти миллионы Сейчас я расскажу Вам Например Прохожу На середину Вот Пусть это Литературный Герой Может быть Было ли это В жизни Но именно В художественной книге Про на середину Рассказывается Как он был Мальчиком И как Это самое Он надурел Этих богатых Сытых Сонных Бухарцев Он их так Выставил Их так Выставил Сам Автор Книги Вот И вот он Еще был Мальчиком Это был Его первый Подвиг Который После Которого О нем Пошли легенды По всему Востоку Вот Ахазе На середине И вот Он Мальчик Вот И самому Надо заработать И сам Нищета Вот И вот Он смотрит Ходит Базар Рынок Сидит Женщина Вот Возле нее Кот Старый Облезлый Кот Старый И Просит Подаяния И вот Он стоит Час Другой А ей Никто Не подает И она Никому Не нужна И тоже Похоже Ее жизнь На этом И заканчивается И вот И он Будучи С гениальными Мозгами Вот Как-то Случилось Я говорю Проявление В гениальности Бывает Не у всех Правда Вот Он взял И придумал Такую вещь Поговорил С бабушкой Где-то У нее Еще Там Пару Дихремов Динаров Или Таньги Таньгов Где-то Еще Оставалось Какая-то Загашники Вот И что Он придумал Значит Поставили Шатер С бабушкой Так И купили Всего Две вещи Клетку Купили И купили Вывеску Им Художник Нарисовал Вывеску А на вывеске Было Следующее Написано Сейчас поймете К чему я клоню Вот Было написано Редкий Заморский Зверь Вход Одна Таньга Ну я Конечно В свободном Пересказе Ничего страшного Смысл Поняли Одна Таньга А дальше Догадаться Нелегко Нетрудно В эту клетку Посадили Старого Блинского Кота И вот Подвесили Под потолок И он сидит В клетке Вот У входа Сидит бабушка Вот И собирает Вот Сидит И вот Вдруг На эту табличку Один Толстый Бухарис Обратил Внимание Любопытство Разбирает Деньги Вроде Небольшие Вот Ну как же Зверь Это не увидеть Это надо Заплатить И вот Он заходит Туда Видит Старого Блезвого Кота Понял Кинули Его Кинули Но Дело в том Что Он уже Вначале Хотел Тут Все Разгромить А Люди Собрались И денег Жалко И надо Посмотреть Реакцию Этого Первого Бухарца Этого Самого Небедного Скажем А им И он Понял Что когда он Будет выходить Возмущаться Смеяться Будут Над ним Он же Это Вот Люди Любят Смеяться Над Этими Кого Облапошили И вот Он Непроницаемым Видом Выходит Проходит Сквозь Столпу И исчезает Непроницаемый Вид Ну Тут Те Столпа Стоит Что ж Такое Ага Ладно Интересно Заходит Второй Платит Таньгу Видит Все облапошили Понял Что над ним Будут Смеяться И тоже Молча Выходит И уходит Третий И вот Уже Выстрел Целая Очередь И никто Видно Не подает Что его Кинули Вот так Он высмеял Эти Эти Самых Как бы Богатую часть Бедняков Денег не было А кто платил Это были Небедные И их Не жалко Было Поэтому Их Автор Книги О Хадзе На середине Легендарным Вот Значит Хороший пример Он настолько хороший Что я его сейчас Использую Почему Потому что У нас 23 миллиона Официально Дачных Участков По стране У нас Десятки миллионов То что называется ПМЖ То есть То что мы еще Называем Одноотажная Россия Вот Огромное количество И везде Живут люди И нет таких Дачников Нет таких ПМЖ Кто бы не купил Хотя бы один саженец Вот Все мертво И все молчат Вот Где-то кто-то В комментариях На каком-то канале Все-таки мог Мог бы сказать Скажет Да вот Купил По это Ну Прочтет Десять человек Ну пусть сто Да пусть тысячи Это никто Не осознает И никто Из этого Не делает выводы Так сказать Уровня Всего Всей России Да не только России Облопашивают Всех Вот Облопашивают В прямом смысле Ну и Что получилось В стране Нет саду Вот Одна из причин То что мы все делаем Вид что нас не касается Ну облопошили Вчера его Меня облопошили Я промолчал Вот Ко мне приходили Письма Я их цитировал Ничего Я не выдумывал Я нули не добавлял Люди покупали Саженцы На 10 тысяч рублей На 20 тысяч рублей Да вот Ну догадься какие Мертвые То есть Большинство из них Даже не просыпалось Сразу Мертвецы А некоторые Умирают Которые Все-таки Листики появлялись Больные несчастные Они умирали В течение года 30 тысяч Тратили 50 тысяч рублей 100 тысяч рублей И последний пример Был 200 тысяч рублей Потратено А потом были еще Такие письма Валерий Константинович Я наметил сад Из 4 тысяч Груш Я уже нашел Этот самый Питомник Мне предложили 10 тысяч груш Этих 4 Тьфу Господи Так Сейчас скажу 2 тысячи груш По 200 рублей Вот И Получается Что он готов был 400 тысяч Заплатить Заложить в сад А 2 тысячи Груш Это примерно Если раскидистый сад Ну Смотря Какой сорт Ну Где-то от 5 до 10 Гектар Вот Это Впереди Огромная работа Я пытался Человека Не то что Отговорить Я просто Сказал Все что есть Охрана Вот Забор непроницаемый Не для Животных Не для людей Вот Трактор Вот Хранение Потому что Они очень дешевые А нам не выставить Против дешевых Западных Надо чтобы Продавать уже Не летом И не осенью Даже зимой Значит Этих Холодильники Вот И после этого Человек замолчал Вот Отговорил Или нет Но ему скидку Да Сделали Вот Такая Уже Руки Потирали И надо же Было ему Мне написать Вот А Я тут же Если помните Фильм создал Я показал Какие обычно Все искусственные Штамбы Искалеченные Эти Самые Низ Саженцев Вот Это Как правило То что Рынок Поставляют Я сказал ему Приедьте Посмотрите На эти саженцы Если они такие Не вздумайте Брать Потому что Они Им зачем-то Предают Кто-то считает Что саженцы Это метр Голого А потом Начинается Выше крона Страшная ошибка Смертельная ошибка Вот Любые Саженцы Привитые Они начинаются Ветки С самого Низа Отрезать Нельзя А им Не положено По генетике Иметь Штамп Этим Самым А кто Об этом Знает И вот Так вот Поговорили Поговорили Он правда Замолчал Может быть И купил У них Может его Переубедили Что Там вам Голубу Морочат И такое Может быть Почему Потому что Я ему Предложил Альтернативу Не то что А это На выбор Все по честному А вот Вы эти самые Семечки У меня Купите Привьете Вот Но у вас Уже На постоянном месте Желательно Хотя бы Часть И у вас Уже Действительно Будет сад Именно Грушевый Ведь когда У нас Случается Беда Груши Я имею Ввиду Эпидемии На яблоне Были эпидемии Во многих Местах И у нас Сибири А груши Почему-то Не трогают Вот Впереди Такие перспективы Там Получится Еще лишнее Продадите Значит У вас Уже будет Плодопитомник Вот Ну В общем Вот такой пример Когда человек Хочет Четыреста тысяч Потратить Тут надо А попереди Еще несколько Миллионов На обслуживание Саза То есть Охрана Полип Обязательно Тут уж Без трактора Никуда Трактор Сколько стоит Догадайтесь Вот Хочется же Хороший трактор А не Чтоб не ломался Как мой Т-40 Каждый день Вот И Вот такой пример Я привел Теперь так Теперь так Значит О вечерном Поговорили О том Что люди Стыд Потеряли Многие Когда Вот эти Двести Плодопитомников Их на самом деле Больше И мошенников Еще больше Или только те Которые мои Фотографии украли Им нет Не с числа Им не с числа Вот И что получается У людей Полностью Атрофировано Понятие совести Или он Больше работы Не нашел Он в этот Питомник поступил Он будет так же Обманывать Горшки Набивать Вставлять туда Уже выращенные Саженцы И на рынок Он будет Высылать посыл Как такое Дерьмо Что Человек только Когда открывает посылку Хватается за голову А поздно Вот Она тобой уже Хихикает А попробуй верни Те которые Еще пытаются Спасти лицо Говорят Хорошо Хорошо Успокойтесь Мы вам вышли И высылают Не Что получше Потому что Первой посылке Было Дерьмо Сухие Или гнилые А еще хуже Потому что Не жалко Из остатка А человек За это время Уже успокоится И скажет Да пошли вы А садов нет Вот это Самое страшное Ну а кому повезло Вырасти дерево Самое главное Теперь Как его Отучить Эти деревья Улучшать Вот Тут Нашим Этим Специалистам Равных нет Когда-то Случилась Страшная Беда Которая Неосознанно Назовем это Слово Властями Вот Когда И так Хреново было И так Калечили деревья И так Ни черта Вырастить Не могли Заваливали Водой Они гнили Вот Резали Чтобы осветлить А они Это Умирали Потому что Раны Не выдерживает Мороза Об этом И много Было Но потом Случилась Страшная вещь Появилась Монетизация И люди За свои Ролики Начали В этом В Яндексе В Ютубе Начали Получать Деньги Вот И тут Желающих Заработает Ставьте лайки Ставьте лайки Фотографии Из интернета В одно Место Несколько Это Значит Потом Ну вот Представьте себе Я еще Показывал Еще покажу Рано Примерным Больше Теннисного Мяча Представили Теннисный Мяч Вот Отрезается От дерева И говорится Вот сейчас Вот если Чуть-чуть Каемочка Будет Это рано Зарастет И это Преподносится Двум Миллионам Двести Тысячам Просмотров Еще раз Чтобы вам Может показаться Что я Ну Оговорился Может быть Две тысячи Два миллиона Двести тысячи Просмотров И оказывается Что вот такая рана То и должна быть Вот А она то Рана Ну вот Как сказать Соедините Пальцы Большие Двух рук Соединили Вот Кругом Вот Большие пальцы И вот эти Самые большие пальцы И посмотрите На эту окружность Вот такая рана Причем Сама этих ран Не делала Потому что Сада-то нет Если бы делала Сад был бы мертв А вот этот Специалист Черта Черта Поминать нельзя Он же Ее Выдернул Эту Страшную Фотографию Из интернета А вдруг Там было написано Не смейте делать То есть Тот Кто делал Эту фотографию А ей так удобно А вот Эта рана зарастет Вот этот уровень И 2 миллиона Это сколько людей Думаю Да это нормально Вот Мне мешает ветка Это как еще Я рассказывал Еще один пример Вот Мужа спина болит А тут на высоте 25 сантиметров Ветка Это Горизонтальная А может спина болит Все Она Это Это наука Это 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 Слушателям Нашла Причину Для того Чтобы Отпилить Нижнюю ветку На 25 сантиметров Получить страшную рану Если под снегом Будет гнить Если над снегом Она просто Замерзнет Вот Это И есть Действительность И вот Страшно то Что Даже когда Они вдруг Меня же Это Ненавидят Многие из тех Кто Этих авторов Вот Ни один из них Не покаялся Вот У них только одно Уже стоять Насмерть Уже стоять Насмерть Вот Вот такая Действительность Вот Мы смотрим на церковь Вот наша мораль Вот наша Действительность В стране Такое впечатление Одна часть Населения Обманывает Другую часть Населения Чтобы выжить Как это случилось Вот Оправдывать их Ну устроился человек Ну получается Какие то Жалкие деньги У нас же нельзя Считать Зарплату Вот Зарплату Это же не зарплата Это Подачка На самом то деле Вот вам и это Это все Мне навеяло То что я смотрю на церковь И думаю Церкви тоже надо меняться Вот Очень много проявлений Бога Кто видел мои сотни фильмов Очень много проявлений Бога В повседневной жизни Надо брать на выражение Брать 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 Надо школьную программу переделать Чтобы хотя бы Уже потерянное поколение Это взрослые Которые обманывают друг друга Которые живут обманом Вот я привел пример 200 плодопитомников Это тысячи людей И знают все Что это обман Вот Что все это на смерть И таких примеров Я просто пример Близкий мне Надо переходить В наступление Надо переделать Идти в школы Но идти в школы Уже используя науку А не просто Эти древние книги Которые Тоже надо изучать Но уже изучать Как историю И добавлять Добавлять все больше Фактов проявления Бога в нашей жизни Вот Вот на этом Я прошу вас Меня понять Вот Это наболело Это не проповедь Я не имею права Проповедь не читать Это просто мысли Человека Который прожил жизнь Который чего-то добился В этой жизни Вот Если бы не добился Сейчас бы я Перед вами бы не Выступал Все друзья Благодарю за внимание